Экономь на распродажах и вообще любых покупках в интернете еще больше с помощью кэшбэк сервиса Letyshops.ru Поддерживается огромное количество магазинов от еды, одежды и китайских товаров до компьютерно-гаджетовых супермаркетов и магазинов с играми Регистрируйся по ссылке в описании и получи премиум аккаунт на неделю Сама регистрация и использование сервиса абсолютно бесплатные, все подробности есть по той же ссылке в описании Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор Сегодня у нас будет довольно экспериментальный выпуск, ну во-первых, потому что я его пишу исключительно на веб-камеру Это та самая Logitech C922 и микрофон, точнее рекордер Zoom H5, довольно часто спрашивают Ну а во-вторых, я решил поиздеваться, ну или поэкспериментировать над своим i7 процессором И мне стало интересно проверить, насколько частота процессора действительно важна для игр на сегодняшний день Потому что вот совершенно недавно вышли кабилейки, которые довольно спокойно гонятся до 4.9, до 5 ГГц И при этом все так же продаются и выпускаются младшие i5 с базовой частотой в 3 ГГц Ну, например, тот же 7400 И если 6400, понятно, для чего покупали, чтобы его разогнать на хакнутом биосе То с 7400 такая штука уже не прокатывает Но это все хорошо, это все понятно, вы скажете, причем здесь мой i7 Тем более, что он не Kaby Lake, а Skylake, а 7-6700K Я вот что сделал Я взял несколько игр и протестил их на 6 разных частотах Потом я отключил у i7 гипертрейдинг Получив таким образом, ну, некое подобие i5 Да, там будет разный кэш, но с этим уже ничего не поделаешь И я об этом делал выпуск, почему это не так страшно и катастрофично И почему так тестировать, в общем, можно В общем, я отключил гипертрейдинг и провел все те же тесты еще один раз Таким образом, у нас появляется возможность посмотреть сразу на две вещи Во-первых, увидеть, насколько частота процессора влияет на фреймрейт в играх И сделать выводы, нужно ли гнаться за максимальной частотой процессора из коробки Или нужно ли покупать процессоры под разгон Что вообще дает большая частота Так ли это необходимо И также посмотреть на влияние гипертрейдинга На плавность или на фреймрейт в играх И тоже сделать выводы относительно того Стал ли i7 необходимостью для современных игр Стоит ли обращать внимание на i5 или не стоит То есть 4 ядра, 4 потока Это минимум для игры Или вообще абсолютно непригодная штуковина Или, может быть, на больших частотах он все-таки справляется Или, может быть, не справляется даже на больших частотах И i7 это однозначный must-have Или все наоборот Короче, для тех, кого эти вопросы мучают Сейчас вы, наверное, что-то полезное для себя увидите По крайней мере, я на это надеюсь Для меня это был очень интересный эксперимент И сейчас я его результатами с вами поделюсь Но сначала, конечно, несколько уточнений относительно тестового стенда Ну, про процессор я вот долго сейчас изъяснялся По остальному железу Стоит 16 гигабайт оперативки двумя плашками DDR4, частота 2400 МГц Видеокарта GTX 1070 Asus Strix И все игры запускаются с SSD-шника Предупреждаю сразу Игр будет немного Потому что каждую игру нужно было прогнать на 6 частотах Потом отключить гипертрейдинг и повторить процесс Итого 12 прогонов на каждую игру То есть получается, что тест одной игры для этого видео Занимает столько же времени, сколько тест 12 игр Для любого другого выпуска, что довольно много Вот Надеюсь, что все все поняли На этом вступительную часть заканчиваем И переходим уже к самим тестам Начнем с первого Battlefield Full HD разрешение, ультра настройки И Battlefield в этом тесте представляет не только себя Но и все красивые, требовательные и при этом неплохо оптимизированные игры То есть игры, которые могут нагрузить и видеокарту, и процессор на полную И при этом еще могут воспользоваться большим количеством потоков Слева у нас настоящий i7 4 ядра, 8 потоков Справа этот же i7, но без гипертрейдинга То есть 4 ядра, 4 потока И как вы видите, мы уже опустились с частоты в 4,5 ГГц до 3 И фреймрейт при этом никак не изменился Причем показатели одинаковые как на 8 потоках, так и на 4 На 2,5 ГГц фреймрейт все еще одинаковый Причем как между обоими процессорами Так и если мы сравним результаты с частотой в 4,5 ГГц, мы все еще получаем в районе 100 FPS Но тут есть два важных момента Первый, самый очевидный, это то, что процессоры с такой частотой уже не выпускаются, не продаются Так что мы находимся немного в искусственной зоне, но тем не менее Второй важный момент, это то, что разница в показателях все-таки есть Да, фреймрейт одинаковый, но у нас наконец изменилась одна циферка И это показатель нагрузки процессора как такового Если на 4,5 ГГц у нас процессоры были нагружены на 50 и 70% соответственно То сейчас датчик показывает 55 и 86 Причем иногда эти показания еще подскакивают до сотни И на импровизированном i5 это происходит несколько чаще Да и в целом, как видите, показатель нагрузки на него выше Но я не остановился на этом в плане экспериментирования И опустил частоту аж до 1,5 ГГц И вот тут наконец начали происходить более-менее интересные вещи Ну во-первых, сразу после загрузки было несколько секунд лагов на обоих процессорах Да и как видите, загружены они уже гораздо сильнее Полноценный i7% на 70-75 Импровизированный i5, ну фактически на полную И еще он почему-то сейчас выдает чуть больше кадров, чем i7 Наверняка будет много комментариев на тему А тесты в статической сцене ужас-ужас Я решил пробежаться, причем пробежаться на частоте в 1,5 ГГц И чтобы вы думали, оба процессора показывают снова практически идентичный результат Тут разница в пару кадров Да, понятно, уже видеокарта нагружена не на полную Но это GTX 1070 и частота процессора всего 1,5 ГГц А как мы видели чуть раньше, даже на 2,5 ГГц видеокарта была нагружена на 100% Но это Battlefield Давайте посмотрим, что будет в других играх Rainbow Six Siege Full HD разрешение, ультра пресет графики, но немного измененный Я отключил постпроцессинговое сглаживание и включил 4-х кратное MSAA С такими настройками Rainbow Six Siege чуть требовательнее, чем Overwatch И, естественно, требовательнее, чем Counter-Strike Поэтому будем его в данном случае считать представителем очень популярных Но при этом не сильно требовательных сетевых шутеров И, как видите, при изменении частоты с 4,5 до 3 ГГц В плане фреймрейта снова не происходит ровным счетом ничего И также мы получили примерно плюс 10% к нагрузке на процессор На 2,5 ГГц снова ничего интересного не произошло Опустил частоту до 1,5 И видеокарта все еще нагружена на 100% Нагрузка на процессоры возросла на 20% По сравнению с частотой в 4,5 ГГц То есть мы начали тест с показателей 40 и 60% примерно Сейчас датчики показывают 60 на 4-ядерном 8-поточном процессоре И 80 на 4-ядерном 4-поточном Снова пробежался, пострелял также на частоте в 1,5 ГГц И здесь разница еще менее заметна, чем в Battlefield В обоих случаях видеокарта нагружена почти на 100% На 98-99% Процессоры Настоящая i7 на 70% Искусственная i5 Ну, вот тут уже почти под завязку 90-97% Но в плане фреймрейта все одинаково Ну и, наконец, Watch Dogs 2 Full HD разрешение, ультра настройки И уже после теста я понял, что нужна другая версия рива тюнера Чтобы в игре отображалась статистика нагрузки железа Надеюсь, к следующему разу я эту штуку уже поправлю Пока что будем ориентироваться на показатель фреймрейта от Fraps Для теста я выбрал сцену, чтобы в кадр попадала и дорога, и люди, и трава И при этом была довольно высокая дальность обзора Чтобы нагрузка получилась серьезной, разнообразной и реалистичной в одно и то же время Но, с другой стороны, это Watch Dogs Тут можно было смотреть просто в стену или в пол И все равно прожарить систему лучше, чем любым стресс-тестом Что видим по нагрузке? 4-ядерный 4-поточный процессор начинает отставать уже на 4 ГГц Как все сошлось-то? Прям считалочка получается Искроговорка 4-ядерный 8-поточный начал сдуваться только на 3 ГГц Но и то фреймрейт на нем все еще выше 60 кадров в секунду То есть по сравнению с частотой в 4,5 ГГц он потерял всего от 6 до 8 кадров i5 на частоте в 3 ГГц не всегда выдает даже 50 кадров, иногда проваливается до 40 с небольшим На 2,5 ГГц i7 еще держится, еще пытается выжить Фреймрейт близкий к 60, но не очень у него это получается Все-таки в основном счетчик показывает 50-53 кадров в секунду А i5 здесь очевидно задыхается и выдает фреймрейт на грани сыграбельном 30-35 фпс На 1,5 ГГц, естественно, плохо обоим процессорам Но i7 все еще держится, все еще доказывает, что он в любом случае лучше, чем консоль А i5, похоже, написал завещание для Pentium И спокойненько умирает, выдавая 20-23 кадров в секунду Примерно та же ситуация в динамике 30 кадров на i7, 20 на i5 Но это 1,5 ГГц Удивительно, что Watch Dogs вообще запустился Если посмотреть с другой стороны, то даже такая прожорливая игра, как Watch Dogs 2 Вполне играбельна на 4-ядерном 4-поточном процессоре Начиная с 3-гигагерцовой отметки А еще лучше, чтобы процессор хотя бы 3,5 ГГц выдавал Чтобы получить заветные 50-60 кадров в секунду А на это сегодня способны даже самые простенькие, самые бюджетные i5 Ну что ж, Pentium это игровой процессор 3-гигагерц для игр достаточно А Nokia выпускает и продает 3310 Такое ощущение, как будто бы нам действительно вернули наш 2007-й Но если чуть более серьезно Что нам в итоге дает гипертрейзинг в играх и какое преимущество у i7 перед i5 По сути, только больше пространства или больше запаса для фоновых задач Если i5 будет нагружен, скажем, на 70 или на 90%, то i7 в этих же условиях при таком же фреймрейте будет нагружен процентов на 50-60 Что делать с оставшимися процентами? Ну, скорее всего, стримить Потому что для Скайпа или Дискорда, там, браузера и плеера какого-нибудь хватит и i5 Он не начнет там фризить и лагать от такого кощунства Хотя на i5 тоже можно стримить, но это тема уже для отдельного выпуска Там можно и ускорение видеокарты подключить Как-нибудь в другой раз об этом подробнее поговорим Что касается частоты 3-х гигагерц для игр действительно достаточно Но желательно, чтобы все-таки процессор выдавал в базе 3.5 Тогда даже у самых тяжелых и прожорливых на сегодняшний день игр вопросов не возникнет Как вы сами видели, в большинстве случаев просто невозможно без датчиков, без включенного фарапса Отличить разницу в производительности между 4-х ядерным и 4-х поточным процессором на частоте там в 3.5 гигагерца И на нем же, но с частотой в 4.5 И, естественно, результаты сегодняшних тестов в основном имеют отношение к последним двум интеловским поколениям Это Кэби Лейк и Скай Лейк В последние несколько лет у интела от поколения к поколению прирост был довольно небольшой Порядка 5%, но все-таки был Поэтому если мы захотим применить или примерить сегодняшние результаты, скажем, на второе или третье поколение интеловских процессоров То тут нужно накинуть в мегагерц 500, наверное То есть получается, что для большинства современных игр в принципе хватит i5 даже второго поколения на частоте 3.5, а еще лучше 4 гигагерца И думаю, что для кого-то это будет очень даже хорошей новостью И на этом, пожалуй, буду заканчивать Есть у меня еще идея сделать подобный тест, но сравнить двухъядерный процессор с гипертрейдингом против просто четырехъядерного Также на разных частотах, если вам это интересно, напишите в комментариях Если понравился выпуск, тоже напишите в комментариях Если вы на канале впервые и вам в принципе нравится местная движуха, то смело подписывайтесь, рассказывайте друзьям Также заглядывайте в описание, там куча полезных ссылок, в том числе на наш инстаграм, где спойлеры раньше всего появляются, на нашу группу вконтакте Туда тоже загляните, если понравится, то вступите, подпишитесь Ну и увидимся с вами в новых выпусках Пока!